Самое главное, что изменяется в пенсионной реформе, так это возраст, когда человек имеет право выйти на пенсию. Согласно закону, женщины будут работать до 60 лет, мужчины – до 65. Как относятся к таким изменениям соликамцы, мы спросили у них лично. Зря, конечно, что добавили в возраст. Мы не так долго живем, чтобы люди хоть до пенсии доживали и получали, что заработали. Вот поэтому я не согласен. Никак, я живу, значит, живой. Вот и все. Пенсию не зря дают. А если продлили срок выдачи пенсии, у людей будут возникать проблемы. Мне эта реформа не страшна. Я уже давно на пенсии. А детей жалко. И внуков жалко. Вроде бы нормально все. Никто пока не жалуется. Но это только пенсионеры жалуются. А молодые-то что еще? Они до этого возраста еще не дожили. Они еще не в курсе. Они еще не знают. То есть даже не задумывается никто еще? Да нет вроде бы. С предприятия их не выгонишь. Женщин. Молодым нет ухода. А сейчас еще увеличили. И что? Где молодые будут у нас? Вам жевать? Вот так вот. Это никуда. Ну а мужчинам то, что повысили, это несерьезно совсем. Они у нас до 60 лет умирают. Ну что? Как говорится, сколько людей, столько и мнений. И все же поэтапное увеличение пенсионного возраста началось. Уже в 2019 году некоторым людям придется выйти на пенсию позже, чем они рассчитывали. На первом этапе затронутся мужчины 59-го года рождения и женщины 1964-го года рождения. То есть это та категория граждан, у которых в 2019 году исполняется 60 лет и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года либо в первой половине 2020 года. Вместе с повышением пенсионного возраста вводятся новые основания для получения статуса пенсионер раньше на два года от установленного закона. Так, мужчины, у которых общий страховой стаж составляет 42 года, могут выйти на пенсию в 63 года. Женщинам же установили стаж в 37 лет. Если таковое имеется, то пенсионное удостоверение вы можете получить в 58 лет. При этом еще год милым дамам могут скинуть, если на воспитании были трое и более детей. Так начинает действовать новая пенсионная реформа. Коснулась она, кстати, и уже неработающих пенсионеров. В 2018 году произойдет индексация пенсий. Страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%. У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет рассчитана индивидуально. Зависит от размера пенсии на 31 декабря 2018 года. Все пенсии будут проиндексированы автоматически, так что ходить в пенсионный фонд и писать заявление не нужно. Если же у вас все-таки имеются вопросы, то звоните по телефону 542-58. Евгения Константинова, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ. Продолжение следует...